Всем привет! Старый добрый обзор! Продолжаем бразить просторы китайских интернет-магазинов на принадлежности для охоты. Ни у кого не встречал высокие сошки. Только у финнов на видеороликах видел высокие сошки. Кто же захотел себе? Именно высокие. Вот высокие сошки. Это то, что я заказывал. Это уже чисто охотничья тематика, ребят. Это не стрельба, а охотничья тема. Теперь вторые сошки. Те, которые я увидел, и они мне показались очень хорошей фишкой. Ни у кого не видел, и меня это заинтересовало. Давайте ближе к делу. У сошек с карбоном был еще в комплекте крепеж. Да, это на виверпланку крепеж. Вот так вот выглядит. У моих старых сошек такой крепеж тоже был. Он у меня где-то лежит. Не востребован. Давно себе хотел именно охотничий вариант сошек для засидочных охот. В том году сидел на бобра, на скале. Там очень часто проходит бобр. И с коленки сидеть, ждать очень-очень устаешь. Поэтому не раз приходило в голову мне заиметь сошки именно охотничий вариант. Высокий. То есть эти сошки у нас, по-моему, в полном разложенном состоянии. Они где-то 0,8. Ну, то есть 80 сантиметров. Это за глаза охотятся именно, ну, так скажем, с коленом. По качеству я бы не хотел сказать, что они чем-то лучше, чем мои сошки с Алиэкспресс. По мне так они идентичны, только у них разница в длине самих упоров. Если кому-то нужен охот вариант, вот он, пожалуйста. Вот такие сошечки. Это уже много лет на винтовке. По тому же образцу. Проюзано, отработано. Нигде ничего не сломалось, не расшаталось. Они все так же прочные, не расхлебанные. Все нормально. То есть не обязательно гоняться за брендовыми сошками по типу Харрис. Это всего лишь мое мнение, ребят. Не навязываю. Потом на этом сайте увидел сошки из карбона. И подумал, что мне такие обязательно нужны. Наверное, они легче. В два раза, как минимум, почему-то мне подумалось. Думаю, нужно облегчать винтовку. Винтовка в полном боекомплекте. У меня ремингтон с прицелом килограммовым выходит за 5 килограмм. Поэтому подумал, что мне нужно облегчать. Но так, на первый взгляд, не особо-то я облегчил. Ребят, давайте посмотрим и сделаем подробный обзор этим сошкам. То есть упоры, видно, сделаны из какого-то материала. Но это не металл явно. Это, возможно, и правда карбон. Также пружины защищены термоусадкой. Я думаю, это тоже плюс. Это меньше будет царапать. Я, допустим, очень часто просто... У меня винтовка с сошками не влазит в чехол. Я их снимаю и просто бросаю в рюкзак. Понятно, что это много металла. Что-то еще помимо сошек лежит в рюкзаке. Это все трется от металл. Здесь этого будет меньше. Я считаю, что это плюс. Защищено. То есть металла как можно меньше. Наверное, это небольшой плюс. Другое отличие я вижу. Затяжка сошек, качалок. Что такое качалка? Это качающийся механизм. Когда у вас винтовка установлена, это очень удобно. Есть сошки с качалками и есть сошки без качалок. Мой вам совет. Всегда выбирайте сошки с качалкой. Это удобнее. Потому что это получится два в одном. Да, они подороже. Лучше переплатить. Но затянул механизм, у тебя сошки без качалки. Отпустил механизм, у тебя сошки с качалкой. С качалкой сошки, естественно, на дальняк они удобнее. Еще одно отличие я вижу. Уплотнитель. Тот, который примыкает к цирю винтовки. Здесь сплошной на профиль наклеенный. Это удобнее. У этого профиля проблемка. Он разрезанный. Установлен по бокам. Приклеен. У меня отклеивался, я уже приклеивал. Но он опять уже отрывается. Как можете видеть. Носошка Хариус, по-моему, то же самое. И так же все это отклеивается. Гайка затяжки. Механизма качалка. Она, видите, между вот таких вот двух... Между вот таких вот двух планочек сделана. Рукой не подлезешь. Крайне неудобно. Усилия здесь тоже приличные, чтобы затянуть все-таки вот такой вот отросток. Шпенек намного удобней. И доступ к нему намного быстрее. Можно даже в темноте нащупать шпенек и затянуть механизм качалка. То есть, делаем выводы. А, ну и самое главное, все-таки по весу. Что у них по весу, ребята. Так, обнуляем. Эти весят. 360 грамм. 360. И мои с Алиэкспресс сошки весят 366 грамм. Разница в 6 грамм я так и чувствовал. Ну, на ощупь я уже и чувствую. Они примерно одинаково. То есть, в весе я проиграл. Ну, как проиграл. Ничего не выиграл. Весь умысел был именно на вес. Ну, теперь у меня будет двое сошек коротких. Так, эти, скорее всего, уйдут на полку. А эти я поставлю на свою винтовку. Ну, сделаны они, давайте признаемся, добротнее. Добротнее, продуманной. Ну, и плюс. Хороший понт дороже денег, ребята. Все-таки карбон, как-никак. Скорее всего, да не скорее всего, а тему сошек для себя я закрыл раз и навсегда. Вот такой вот обзор. Всем спасибо за внимание. Надеюсь, был полезен. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok